Приветствую всех поклонников танковых сражений с Fire and Fall Fire. Сегодня мне стал доступен первый приз марафона. Это переделанный французский бронеавтомобиль под немецкую 50-мм пушку. Подобная техника, возможно, не так интересна, как новый Су-25, но тем не менее она прикольная и, что главное, очень эффективная. Если говорить исторически, то немцам во время оккупации Франции достались такие бронеавтомобили без башни. И они решили, а почему бы их не переделать под свои орудия? К моменту высадки союзников в Нормандии, орудия КВК-39 уже устарели, поэтому бронеавтомобили как-то повлиять на фронт не могли. В игре Ирзац Машенко занял первый рамп, боевой рейтинг 1.7, что для такой пушки очень лояльный БР. Но главная ее особенность не в орудии, а в высокой мобильности. Техника у нас колесная, и это значит, что до ключевых позиций мы будем добираться одни из первых. Единственное, где могут возникнуть проблемы, это различные перепады высот. В горку колесник едет неохотно. Вкратце можно сказать, что у нас облегченная версия пумы на низком БР. Из плюсов, это отличная возможность пострелять из-за холма. Пушка опускается аж на 12 градусов, но зато поднимается все лишь на 14, что может стать проблемой при съезде с холма. Башни у бронеавтомобиля импровизированы. Сделаны из листов брони толщиной 15 мм, а маска уже идет 20 мм. Спасает от пулеметов винтовочного карибра, и частично отбивает крупнокалиберный браунинг. Вот только вся защита имеется в лобовой части. Если противник решит обойти, то там будет видно наш экипаж. Из-за этого нас легко уничтожить с воздуха. Хотя в этом бою будет эпичная встреча со штурмовиком, который не раз на меня попытается зайти, подстреливая из пулеметов, и даже скинет пару бомб. Можете, кстати, на этом моменте поставить видео на паузу и написать, сколько фрагов я сделал в этом бою. Количество, возможно, вас удивит. Говоря про РЗАТС-машинку, я не могу выделить хоть один явный недостаток. Потому что у нас отличная мобильность, шикарная пушка и быстрая перезарядка. Все остальное зависит только от вас. Для первого ранга это отличная машина. Да, у Китая и у США есть колесные М8, а у Советского Союза акционные Ба-11. Но у Грейхаунда не такая мощная пушка, хоть и обладает стабилизатором. А Ба-11 не обладает такой мобильностью. Да, есть еще Даймлер у Британии и родные АМД-35 у Франции, на основе которой был создан этот РЗАТС. Но там тоже есть сложности с уроном. Несмотря на то, что это прем, прокачивать с помощью легкого танка мало что получится. Это больше техника для того, чтобы провести пару комфортных боев и вспомнить про начальные ранги. Как яркий пример, этот бой. Где я набил немало фрагов. Изначально я планировал объехать точку А и стать возле забора. Но затем я подумал, техники же высокий силуэт, а почему бы не попробовать простреливать их на заводе? План был хорош. Однако высоты башни мне все же не хватило, чтобы вести бой с танками снаружи. С другой стороны, наверное это и хорошо. Ведь я мог получить и в ответ. Избавившись от всех противников на территории завода возле точки А, я решил подрашить подкрепление. Добив Т-3 архи и выбрав позицию возле забора, я стал поджидать прибывающие вражеские танки. Казалось бы, идеальное место для встречи ничего не подозревающих врагов. Но на самом деле позиция для стрельбы была, мягко говоря, не очень. Попытавшись уничтожить Т-26, в итоге я вынужден был уехать за ним. Как ни странно, он даже не обратил на меня внимания. По пути я переходил в одинокую БТшку, выстрелил ей точного мехода, и начал заходить обратно на точку А. Противники смотрели естественно в другую сторону, поэтому их было легко уничтожить. Однако, тут на меня впервые скинули бомбу. За малым я на нее не наехал. Был бы я чуть ближе, уже отправился бы в ангар, но мне повезло. Еще обнаружил Т-26, который спрятался за насыпью. Долго я его ждал, пока он выйдет, но все же, как итог, один фраг в копилку. Но, это был не единственный противник. В стенах завода, посреди груды и металлолома, застряла БТшка. Я ей помог выбраться из сложной ситуации, и меня снова стал преследовать штурмовик. В этот раз обошлось без бомб, но он у меня начал обстреливать в оборонительные турели. Точность там, конечно, небольшая, хотя в рыбе любое попадание отмечает тебя на карте. И для моей машинки это уже опасно, не говоря о том, что шальная пуля может ранить экипаж. Нужно было быстро найти в укрытие. Я выезжаю на дорогу, замечаю зенитку, точно выстрелом ввожу ее из строя и устремляюсь в небольшую арку, которая должна была прикрыть меня от обстрела с воздуха. Мастерски проезжаю за борт, не застряв корпусом, и тут штурмовик начинает заградительный огонь из курсового вооружения. Но он не успевает мне найти никаких повреждений и уходит на второй заход. Я выезжаю с обратной стороны, проверяю, нет ли тут поблизости врагов, и жду, пока будет совершен еще один авиаудар. Я был просто уверен, что он будет кидать оставшиеся бомбы прямо на выезд, но и так и произошло. Бомба упала рядом, но меня никак не повредила. Все же импровизированная башня держит удары с колками. Переждав атаку, я решаю еще раз осмотреться и слышу недалеко от себя звук двигателя. Это была самоходка, СУ-76. Отправляю ее в ангар, разворачиваюсь и вижу возле забора еще один танк. Первый выстрел неудачный, но я перезаряжаюсь и уничтожаю БТ-ху. В этот момент решаю заехать обратно в укрытие, потому что уже долго нахожусь на открытом месте. И, как видите, не зря. Сначала надо мной прилетает вражеская чайка, а затем уже падает горячий штурмовик. И опять успеваю в последний момент заехать до того, как он скинул бомбу. Тем временем, противник берет точку Б. Воспользовавшись шумихой самолетом, я аккуратно подъезжаю и взрываю Т-26. Это был мой последний 17 фраг. Дальше я захватываю точку, разворачиваюсь, еду обратно и натыкаюсь на сидящего в кустах противника. Я слышал какой-то звук двигателя, но точно определить откуда он шел я не успел. Бой для меня тут завершен. Благо, остаток моей команды справился с захватом всех точек и мы выиграли этот бой. Пока вы смотрите результаты, я хотел вас попросить подписаться на канал и поддержать это видео лайком. Не забывайте также заглядывать в описании, там много есть видео про авиацию. Ну а я вам желаю легких фрагов и чистого неба над головой.